Добрый день, друзья! Сегодня буду печь хлеб. Этот хлеб безуглеводный, вернее, если точнее сказать низкоуглеводный. На всю булку приходится всего 98 граммов углеводов или 98 углеводных единиц. Начинаем готовить бездрожжевой низкоуглеводный хлеб. Я использую миндальную муку. К миндальной муке добавляю разрыхлитель, соль, 1 чайная ложка без верха. Льняные семена у меня измельченные. Если у вас цельные, можно в кофемолке измельчить их. Также добавляю семена конопли. Все семечки, которые у вас есть, семена, можно добавлять в этот хлеб. У меня тыквенные семечки, семечки подсолнечника. Все семечки у меня подсушенные, не обжаренные. Добавляю псиллиум. Это источник полезной клетчатки. Псиллиум можно приобрести в магазинах здорового питания. Это шелуха от подорожника, от семян подорожника, который растет в Средней Азии и в Южной Америке. Так как в этом хлебе нет пшеничной муки, благодаря этой клетчатке хлеб станет нежным, мягким и пышным. Смесь сухую отставляем в сторону и готовим жидкую смесь. Пять яиц перемешиваю и вливаю теплую воду. Теплая вода градусов 35. Соединяю вместе сухую смесь и яичную с водой. Сразу можно заметить, что наша хлебная масса сразу становится густой. И растопленное сливочное масло. Все это делается очень быстро и тесто у нас готово для хлеба. Форму я застелила дно пекарской бумагой, бока все смазала растительным маслом. И хлебную массу выкладываю в форму. Лопаткой хорошо уплотняем. Сверху по желанию можно посыпать любыми семенами те, которые у вас были в рецепте. Тыква, семечки подсолнечника и также немножко семенами конопли. Немного выровняю верх хлеба и утоплю семена в тесто. Вот так. Отправляю в разогретую духовку. Выпекаться будет хлеб 45-50 минут. Через 45 минут попробуйте с шпажкой. Хлебушек готов. Выкладываем его на решетку. И даем ему полностью остыть. И будем дегустировать. Этот хлеб, он больше напоминает очень вкусный ореховый кекс. Единственное, не хватает здесь сахара. Но без сахара он невероятно вкусный. Можно с любым мясом, с сыром. То есть так, как вам больше нравится, с джемом. В общем, по своей диете, по своему питанию вы можете все, что угодно добавить сверху. Или ломтики авокадо с сыром. Очень вкусный. Пробуйте, готовьте с удовольствием. Буду надеяться, что те из вас, кто придерживаются здорового питания, кто-то приготовит. И он им также понравится, как и мне. Хлеб хранится в холодильнике, в целлофановом пакете. И храню его ориентировочно до 5-7 дней. Но он съедается намного быстрее. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!